Друзья, всем привет! Сегодня у нас наконец-то обзор еще одного ноутбука. На этот раз этот ноутбук от компании Hewlett Packard серии EliteBook модель 2570P. EliteBook, как вы знаете, это пизный серия ноутбуков, фактически которые идут с максимальной начинкой, с максимальными всякими настройками дополнительными и системой безопасности. Безопасности как самих данных хранических ноутбуков, так и внешней конструкции нашего ноутбука. Итак, приходит он вот в таком вот виде, это серия ноутбуков, привезенных естественно из Европы, полностью оригинальные все запчасти, оригинальная модель. Сразу же хочется отметить максимально качественную сборку и использование таких элементов, как дюралюминий и магниевый сплав. Его крышка многослойная, фактически она сделана из слоя магниевого сплава, а сверху подкрыт анодированным алюминием, то есть тем алюминием, который фактически используется в авиастроении. Это позволяет увеличить прочность всей конструкции. Также весь каркас идет специального магниевого сплава. По заверению компании Хюлитпака, данная серия ноутбуков, а конкретно ноутбук модели 2570, на 50-60% прочнее любых аналогов от конкурентов, будь то Dell, будь то Lenovo, будь то любой другой производитель. То есть фактически мы имеем защищенный ноутбук внешне с качественным каркасом, качественным корпусом, то есть это металл, это не пластик. Сейчас уже в угоду того, что максимально пытается все удешевить, выпускаются ноутбуки в основном пластиковые, какие-то непонятные как тактильные ощущения, так и возможность его использования не разбив, не ударив, то здесь такая возможность, именно защита предусмотрена сразу. Видим, что ноутбук имеет компактные размеры, то есть его достаточно можно легко транспортировать, небольшой. Размер дисплея здесь идет 12,5 дюймов и имеется серьезная начинка. Давайте посмотрим теперь по основным элементам. Спереди у нас идет индикация, она будет подсвечиваться лампочками переключения нашего ноутбука. Можно даже сейчас его включить, запустить. И пошла индикация, сразу же видим. Здесь индикация у нас идет Wi-Fi, включение, зарядка и работа жесткого диска. Снизу у нас антверстия технологические идут для обмена тепла, обмена воздухом. На правом торце у нас находится экспресс-карт, вот она, разъемчик под экспресс-карты. Снизу у нас картридер, наушники, дисплей-порт, SATA и USB. Здесь у нас идет разъем под док-станцию и дополнительный разъем секьюрити безопасности. На левом торце у нас идет DVD-ROM, пожалуйста, R-V, то есть пишущий DVD-ROM. И LAN-овский кабель можно использовать, даже телефонный можно использовать и разъем под зарядочку. Вот такая обычная зарядка, идет, кстати, в комплекте с ноутбуком. На заднем торце у нас идет VGA и два USB-разъема, то есть всего у нас три USB-шки идет. Снизу у нас идет разъем под аккумулятор, вот он снимается. Крышка снимается просто с движением руки, без всяких заклепок, либо каких-либо болтов. То есть можете сдвинуть и уже приступать к апгрейду, изменению количества оперативной памяти, жесткого диска и прочего. Итак, по сборке я показал, рассказал. Что-то у нас прилипло. Отлепим его. Что касается характеристик. Характеристики у нас здесь достаточно примечательные. У нас идет, как я сказал, диагональ 12,5 дюймов. Сейчас я введу пароль. У нас русский язык, переключим все равно в миске. Так, в части я вводил пароль, я просто перелеснул в целях безопасности. Так, вот у нас так подключается зарядочка. Сразу подключим мышку обычную. Подходит и радиомышка, обычно, но я привык уже проводной пользоваться. Так, подключим задний USB-разъем. Так, сейчас вставим. Так, вставили. Сразу она определилась. Итак, по характеристикам, да, давайте посмотрим. Зайдем в свойства компьютера. У нас в коробочке стоит Intel iCore i5 и 3 серии 3320 с тактовой частотой 2,6 ГГц номинальной. Идет 4 ГБ ЗУДД 3, 64-разрядная операционная система. И если мы зайдем в параметры видеокарты, то увидим, что у нас установлена видеокарта, достаточно мощная. Intel... Где у нас здесь? Видеоадаптеры. Intel графика HD 4000. Мы запустим потом игры, посмотрим, как ведут себя игры на этой видеокарте. Хочу сказать, что данные производительности, а именно Core i5, хватает за глаза для всех офисных задач, для всех повседневных приложений, для проигрывания видео, для выхода в интернет. И причем даже можно поиграть в современные игры. Сегодня будет протестирована именно PC-игры. Это будет World of Tanks, его PC-версия, и GTA V, да, друзья. На этом ноутбуке даже можно запустить GTA V. Есть Wi-Fi, есть Bluetooth. По клавишам, которые находятся у нас на клавиатуре, хочется отметить первое, что клавиша имеет приятный ход. Как заверяет производитель, здесь есть защита от влаги, то есть от попадания влаги, если вы что-то разольете, то клавиатуру не замкнет. Из приятных фишек есть такая вещь, которая называется Point Stick, то есть у нас есть тачпад, а вот еще Point Stick, то есть фактически очень удобная штука, главное к ней привыкнуть, и аналог некий управления мышкой. Также есть дубль клавиш, вот видим, да, то есть клавиша мышки правая-левая, и также она дублируется сверху над тачпадом. По быстрым клавишам управления есть Wi-Fi, можно отключать его, включать, есть клавиша вызова сразу же в интернет-эксплойера, пожалуйста, открылся достаточно быстро, и последнее это включение-отключение звука. Клавиши функционал FN, тут все стандартные, вот есть F6, это уменьшение громкости, F7, увеличение громкости, переводить в спящий режим, это F3 у нас идет, яркость F9, F10 идет по FN, ну, в принципе, здесь его достаточно стандартно идет. Что еще хочется отметить, что все здесь тоже собрано, подогнанно идеально, вообще целом концепция очень красивая, видно, что это премиум ноутбук, ноутбук, который идет фактически в бизнес-серии. Теперь, что хочется сказать по камере, у нас есть камера, которая используется для скайпа, вот для видеозвонков, и плюс у нас есть подсветка, вот нажимаем кнопочку, открывается светодиод, сейчас не видно, она сейчас покажу, тут есть светодиод, вот, видно, да, вот светодиод, я сейчас закрою его, вот он открывается, и он подсвечивает клавиатуру в темное время суток, то есть фактически свет у нас льется аккуратненько вот в этом направлении, и вся клавиатура подсвечивается легким таким непринужденным светом, то есть она не мешает глазам, все аккуратненько видно, нормально, вот такая фишка, видим, нажимаем, она открывается. Есть также датчик освещенности, да, который влияет при работе с камерой, и два микрофона, то есть у нас идет стереорежим, при общении будет у нас стереозвук. Вот такие приятные фишки от компании Тюрид Пакет, плюс еще есть автоповорот экрана, я не знаю, зачем он здесь сделан, но фактически если переместить ноутбук, то видим, экран у нас поворачивается, это как в этом, как в планшете, видим, экран перевернулся, так, теперь вот, а, все, вот, вернулся обратно. Вот, я читал, это необходимо для того, чтобы оптимально использовать его в каких-то презентациях, да, например, вы показываете какие-то графики, наглядные таблицы, чтобы было просто поворачивание на ноутбук и переворачивается изображение. Так, по Wi-Fi, так, подключается абсолютно без проблем, вводите, вводите, уровень сигнала хороший, видим, даже здесь максимальный, хотя сам роутер находится где-то у нас, сколько, две комнаты, две перестенки, и уровень сигнала хороший, то есть по Wi-Fi никаких претензий нет. Так, есть еще в нем поддержка SIM-карт, то есть есть под SIM-ку разъем под батареи, но как он работает, я не разобрался, с фактически потенциально здесь еще можно использовать 3G SIM-карты, но как он работает, я, к сожалению, не разобрался. Ну, не знаю, насколько это актуально, но 3G есть, с фактически можно, есть разъем под SIM-карту, как им пользоваться, к сожалению, я не разобрался. Так, без проблем можно пользоваться офисными приложениями, Word, Excel, PowerPoint, PDF-файл открывается, работает очень быстро. Кстати, вы заметили, что здесь идет куверти-клавиатура, то есть английская, да, фактически эти ноутбуки с Европы, это не ноутбуки, которые мы пользовались и убивали на Украине, эти ноутбуки стояли в европейских корпорациях, это именно серия, которая находится в европейском подразделении Hewlett Packard. Перед отправкой, естественно, будет проклеен латинский, простите, кириллицам, то есть будет и латиница, и кириллица. Это уже перед отправкой будет дело-то. А, соответственно, с целью обзора показалось, что именно в таком форме не приходят, это ноутбуки непосредственно, которые идут с Европы, это не те, которые убивались на Украине долго и нудно. Так, следующий параметр, который нас интересует, вот я показал, все остальные приложения тоже запускаются. Теперь, кстати, многие спрашивают, а есть ли Windows магазин? Да, и что это такое? В Windows магазине, друзья, можно загружать приложения, которые адаптированы, к примеру, под работу с мобильными устройствами, но они без проблем работают в ноутбуке, это там также сами Viber, Skype, причем все абсолютно бесплатно загружается. Более того, не нужно ломать голову, где бы загрузить любимое приложение, чтобы не подцепить себе вирус, да, как правило, там, где предлагают загрузить, а тут есть сразу же, там, Instagram, ВКонтакте, Shazam, ну, все, все, что необходимо, есть, и, кстати, загружается абсолютно бесплатно. Нажимайте загрузить и пользуйтесь. Так, ну что, давайте, наверное, теперь начнем, перейдем к играм, посмотрим, как на нем можно поиграть. Начнем с World of Tanks. Причем это World of Tanks, это полная версия, а есть еще World of Blitz, World of Blitz, это версия под мобильные устройства, планшеты, телефоны, немножко позже запущу его. А это идет именно полноценная, полная версия компьютерная. Сейчас посмотрим, как эта игрушка идет. Поскольку многие рассматривают ноутбук не только как... Давайте, чтобы я было видно, все нормально там. Не только рассматривают его как офисный ноутбук, там, как домашний ноутбук, но еще хотелось бы поиграть в игры, а в Мир Танков огромное количество людей играет, просто там поклонников этой игры невероятное количество. Ну, это неудивительная игрушка, классная, интересная. Итак, вот мы в ангаре, давайте посмотрим наши текущие настройки. Так, разрешение 1366x768, разрешение нашего ноутбука, полноэкранный режим, можем включить еще вертикальную синхронизацию. Так, и расширенные. Качество текстуры высокие, качество дупоэффекта в максимум, детализация объекта в максимум. Пожалуйста. Так. Окей. Вернуться в игру. И попробуем поехать на левье. Бой. Вот мы совсем еще не втопим. Ну, попробуем просто покататься, посмотреть FPS, оценить играбельность. Настройки вы видели. Зазначено высокие настройки для ноутбука, что за такую стоимость. Так, FPS у нас на уровне 40, держится 40, 47, до 50. Видим. Вот в левом верхнем углу. FPS. Уже 60 показал. Ну, сейчас начнем ехать, конечно, уменьшится. Но, тем не менее, мы уже видим, что FPS вполне играбельный. И для такого уровня графики ноутбука более чем, более чем, более чем. То есть, можно комфортно играть в мир танков, в котором просто проехаться. Снайперский режим посмотрим. Мышки стоят. Мышка у нас одна. Раритетный танк такой уже, можно сказать. Поехали. Придем снайперский. Ну, FPS вот просела, но не ниже 30, даже вот 38, 39. Сразу поднимается до 50. То есть, FPS более чем играбельный. Ниже 30, 30 не падает. Поэтому играть можно максимально комфортно. Куда нам влез? О, там уже прорвался. ЛТХ какая-то. Пинг, правда, интернет сейчас не очень быстрый. Там 100 миллисекунд. Но на графику это не влияет. Нам главное ценить возможности графики. И вот, видимо, они действительно хорошие. На высоких настройках графики мы играем вполне без проблем. То есть, на текущий момент времени среди ноутбуков представлены в магазине YosTore. Это, наверное, самый мощный по производительности. Все-таки i5 рулит. Тем более третьего поколения. С HD 4000 графикой. Ну, сами видите, что отличная прорисовочка всего. Покручу, поверчу. Ну, и FPS у нас более чем играбельный. Так, сейчас, наверное, нам наваляют, наверное. Где-нибудь я светанусь. Перелетит чумодан от арты. И наше похождение закончится. Да, учитывая, что арта где-то там стоит. Никого там нет. Не знаю, правильные позиции выбрал. Давно не играл. Этого камня тут вообще не помню. Ведь я давненько точно не играл на этой карте. Да простит меня моя команда. Кто-то МС-3 поехал вперед. А вот М103 Он спрятан. Нет, его я не достаю. У него нравится, что я чувствую. Или кто-то его испугал. А вот другой М103 Нет, не не попал он. Итак, мир танков мы протестировали. Теперь давайте запустим GTA 5. То, что я обещал. Игрушка, которая удивила меня тем, что пошла на ноутбуки. Она не на всех компьютерах идет еще. А тут все ноутбуки запустились. И возможно было поиграть. Еще раз доказываю, что в ноутбуке идет действительно хорошая начинка. Опять же, мы опираемся на стоимость ноутбука. Если мы не будем расправнивать с теми Lenovo Y-серии стоимостью 25 тысяч гривен, естественно. То есть мы рассматриваем в своем сегменте ценовом. Так вот, в своем ценовом сегменте, я думаю, не имеет никаких конкурентов. И за эти деньги не купишь ничего, что сможет запустить подобные игры. То есть иметь подобную производительность. Поэтому по соотношению цена-качество-производительность EliteBook 2570P реально идет вне конкуренции. Так, сейчас загрузится игрушка. И мы какую-нибудь миссию пройдем. Или просто покатаемся, посмотрим. И опять же так. И опять же так. Продолжение следует... 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 получили и вот мы на блицейском авто красотень обгорелые машины он какой-то спецназ приехал по ходу о я тут такое творится ну что ребят на этой ноте походу мы выходим же ты опять так как тут выйти выходим выходим все играм выйти из игры да ну что видим игра пошла вполне вполне себе так бодренько поэтому можно сказать подтверждать слова того что он будет действительно производительный так ну что напоследок запустим наверное асфальт 8 до ноги просили еще поскольку еще можно использовать наш ноутбук и играть в него игры которые идут с windows маркета то есть те которые идут под мобильные приложения вот те же гонки асфальт 8 идут на максимальных настройках сейчас мы будем прокатать прокатнуться красивая графика безусловно и так ждет вот сблиц тоже идет на максимальных настройках поэтому одно из преимуществ ноутбука на windows 10 что у него можно играть игры которые принципе на андроиде дал похоже там вот блиц асфальт идет 8 на управление возможно и не через клавиатуру так разрешение так посмотрим настройки где здесь настройки звук дисплей отлично и максимально качественно стоит и сейчас просто прокатаемся игра невада далее быстро заезд сделаем просто продемонстрирую поскольку вопросов много поступает по поводу игр на windows под windows windows маркета и красоты бесплатно установлено загруженность windows маркет то есть фактически тоже еще одно преимущество здесь вот максимальная графика максимальные спецэффекта возможные и игра вообще идет отлично не тормозить ничего ускоряемся дороги можно дрессануть туда же красота дороги видимо эта игрушка вообще без тормозов все спецэффекты и смыливание сглаживание а ну-ка трюк получится у нас красоте у и тогда я исполнил да поэтому для игроманов я думаю тут езди разгуляться очень динамичная игра я тут получил баллов нормально в общем все хватит вот так может можно до утра играть выйдем 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 закрыть окно все что ребят подошел концу наш обзор это был элитбук 2570p классный ноутбук бизнес класса с большим количеством функций отличной производительностью отличной автономностью в общем полным набором всего 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 еще и за оптимальную цену ноутбуки отправляются в любой город украины наложен платежом оплачиваете при получении каждый ноутбук имеет гарантию имеет полную комплектность при отправке обязательно проверяется спасибо за внимание ставьте лайки будет очень много интересного видео а в завершении всем вам хочу пожелать здоровья всего доброго пока